Боже, милость и благослови, Господи, прости мне грешу с вами. И освети дары Твоей славы истинной молитвы. Мы приносим Тебе благодарность за великие благодеяния, которые оказываешь нам, продляя нашу жизнь, наполняя сердце радостью общения с Тобою, Господи Божий наш. Хвала Тебя за голгофские страдания Твои, за чудное воскресение из мертвых. Приготовь нас к исходу из этой жизни, дабы вечности быть с Тобою, Господи Божий наш. Хвала Тебя, отец сын, и слятой Бог. Аминь. Ну, еще болящие. Давай, рассказывай, что получилось. Где-то тебя так, кто тебя поранил. Ну, в речке я прыгнула в воду, а там палка была, я заделала. Палка была? Ну, да, не знаю, не видно было. Ну, где ты прыгнуть, когда прыгать-то некуда. Куда прыгать? И все сходят по траве. Куда тебе прыгнуть-то, зачем было? Есть поговорка, не... Что там? Не знаю, броду, не лезь в воду. Не знаю, броду, не суйся в воду. Куда ты могла прыгнуть-то, откуда? С берега. Где-то, где сходим в траву, где-то рядом, что ли? Да, да, там, недалеко. Ну, зачем прыгать-то, зачем прыгать, я не пойму никак. Каждый раз говорю, заходите осторожно. Все время трясусь над этим, только ушел, пожалуйста. Дело в том, что, Игнатьич, я не знал, что они прыгают. Я только сегодня, когда лежал на траве, слышал, бомба. Фрося разбегается и ба-бах. То есть я даже не знал об этом. Вы сами себя не сохраняете. Ты глазами напоришься, куда прыгать-то? Это берег. Это не то, что у нас на пирсе было, спустился и все. Прыгать тебе надо, прыгнешь в могилу. Я тебя как могу сохранить? Ты просишься. Она больше всех просилась купаться. Что? На пользу? Любыми путями только купаться. То есть стремилась к вот к этой беде. Если бы надеялись на Бога, было бы больше пользы-то. Прыгнула. Как можно прыгать, когда не знаешь, что там под водой? Это какой ум-то надо иметь? Как-то не с головой-то ты почему? Ты бы могла там, говорит, и нос, и рот оставить в воде. Какой вывод ты отсюда сделала? Никакого. Тут уже никто тебе не поможет. Как Златоуст говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет. За стол. На руки берите, тащите за стол. Дайте костылек ей. На плечи. Отпирайся. Ну, возьми ее за руки. Ну-ка. Бери за талию. Сколько вам? Брать их ее. Как тебя зовут? Как вы живете? Знаете, Тихонович, а у Андрея нету носового платочка. Да так что? Платочка нету? Да. Да как она же тебе только мне. Давай, беги. Тараси. Тараси. Паша, ты не здесь. Дима не пройдут, чтобы что-то не сделано. Кирилл, разговоры прекратили. Старайся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. У вас хлеба там что-то не хватает. Передайте. Передайте им сколько. Все. Знаете, Тихонович, вам наливать? Обратно. Да, кольцову-то. Ну, наливай, наливай. Чуть-чуть. Чуть-чуть, больше не надо. Я смотрел, как хоронят Климакова, Евгения Максимовича. Он умер 86-й год, почти исполнился. Хоронят его Патриарх, Путин. И все смотрел. Два часа, две минуты, пятьдесят секунд. Кто-нибудь скажет, что не лень было смотреть. Очень интересно. Интересно, я могу по порядку рассказать. Но вам на это не интересно. Помяни, Господи, раба твоего, Евгения. Так и моли. Он был коммунистической партией всю жизнь. Он был председателем совета министра, министром иностранных дел и прочее. Учился по востоковедению. Арабист называется, арабский знал. Встречался с суданным пассейном. С курдами был. Содействовал в торговле. Ну, то есть, очень заслуженный. И ординальный суд, я понял, как это генерала. Генерал-лейтенант там. Ну, и маленький такой кадр мне, это, показывает, нельзя раскрыть шире. Я через лук усмотрел. Приехал Виктор Николаевич. Там он находится. Он может уехать в город. Там что-то продлять. Продлять что-то. Ну, какие-то там, то, что Никита там делал. Ладно. Ты хоть домой засобирал, вот сегодня-то. Ты дома быстрее не выздоровеешь. Оставайся. Еще надумает других забирать. Ну, Лера плачет, не хочет уезжать. Лера. Ну, Лера, Лера вообще герой. Она работает, как парень. Ну, болящее там, это еще вопрос, куда они шло. А здоровье-то зачем брать? Наоборот, надо маленькую... Чирилл. Впереди зимная, где и длинная зима. В городе люди тоже подпадают под машины, гибнут, тут еще нет. И прыгают. И бывает у них авария. Это не причина уезжать. Надо смотреть сам, ну, рано обработали. Если обработали, ничего, в городе больше не дадут. У нас свой врач, профессионал большой. И вот Николаевна, она все сделает. Ладно. Будем дальше ждать. Нестор, аккуратно, аккуратно. У тебя суп чуть не не плещется. Так, Тимоша, твой отец сейчас звонил. Подойди сейчас туда. Он спрашивал, как он там у меня, что. Ну, еще могли там рассказали немного. Что пошел ты в первый класс, у тебя там тоже что-то не завладилось. Я говорю, еще нормально все, нормально идет. Нормально. Другого-то еще ждать было. Так, подожди. Папа беспокоится все время. Очень хорошо. Папа тебя очень любит. Держи, молись. Держи, молись. А ты за него молись, чтобы он беспокоен. Я молюсь. Что? Я молюсь. Молишься за него, да? Молодец. Ну, никто, в принципе, не обижает. Здесь где-то ты на кого-то, если что-то... А я же не вижу, кто на кого нападает. У нас... Видишь, какое дело-то? Мы стараемся создать 100% незащищенных. Чтобы никто, ни на кого не обжигал, не добрался. Стараться передал. Старасик. Да, сейчас я тебе подам. Он ждет уже. Сейчас, подожди, молись. Вот, все, все. Так, давай. Кому мне еще тут надо давать? Слушай, давай. Вот так. Держи. Тарасик, иди сюда. Вот мои венщики. Давайте. Держи, Андрей. Игнатьеву еще покажи. Слава Богу. Тебе первое, а потом сам будешь доедать. Все, садить за стол. Это первое, это первое. Как был платочек он находит? Ну, вот. Сейчас начало. Не узнали. Не начали убить его. Первое, не узнали. Не со стола убери. Второе. Всем второй. Первое было, значит, с собой. Никаких больше добавок. Ну, дайте хлеба. Ну, дайте хлеба. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.